Всем огромный привет! Давно у нас не было видео про закупки продуктов. Мы посетили магазин Метро и вот показываем и рассказываем, что же мы прикупили такого. Здесь на самом деле не так уж и много, как казалось, когда мы все это покупали, но сумма приличная. Около 4 тысяч все вышло. Как вот так посмотрим, так ничего. Во-первых, вредного не купили и ненужного не купили. Но сейчас все дорожает. И начнем, наверное, с яблок. Яблочки. Это кто вот ищет вкусные зеленые яблоки, обратите внимание, это как называется яблоки голден. Они классные, они в меру кисленькие, такие кисло-сладкие, не толстая корочка. Их кушать вкусно, то есть нет такой оскомина на зубах. И самое главное для меня, что после них там никакой ни одышки, ничего, то есть видимо не напичкано еще, хочется верить. А, такой лоток стоит практически 90 рублей. Но они там все равно в итоге взвешивали. Так, ну 89-99, грубо говоря. Груши. Груши эти вкусные. Мы их уже брали, это уже берем не первый раз. Но они не дешевые, потому что они не русские. Они геймин. Они реально вкусные, очень мягкие. И, кстати, тоже от них никаких последствий нет вообще. Так что тоже рекомендую. Но они уже больше 100 рублей стоят, там 135, по-моему, что ли они стоили. Если даже не дороже. Да, они 144. Ну, 145. Так, лимоны вот такие 4 штуки у нас тоже получились на 100 рублей. Все это Fine Life. Кстати, все кроме груш. Fine Life это марка Метра, кто первый раз включился. И, ну, как бы, не просто не в курсе. Так, если уже говорить про овощи и фрукты, и прочие продукты, то еще дыню взяли. Дыня там за килограмм 23-24 округленно. И, ну, и килограммы взвешивали, и получалась сумма. Дальше. Курица. Курицу взяли. Цыпленок в роллер замороженный, без антибиотиков. Вот, не активирована. Как раз уже говорила, что доверяю продукции, которая продается в Метре, именно куриную. Что заморозка, что охлажденная. Никогда не подводила, проблем никаких не было. То есть здесь взяли одну тушку, и окорочка, она-то как бы разная. Видно, что это разная. Сейчас постараюсь быстро найти по сумме, если это очень интересно. Но вот эта курица тоже не из дешевых. То есть, бывает у них по акциями, по акции это точно не акция. В общем, окорочок 135. Ну, тут получился немножко побольше, 136 там, с хвостиком. Как интересно, а курицу-то куда-то не пробили. Непонятно. Ну, в общем, она... Что? Данная куриная тушка, наша ряба, 261 рубль. Ну, правда, бывает по скидкам подешевле, но зато, ух, какой цыпленок. Так, простоквашенную сметану очень часто берем. Кстати, тоже вкусная сметана, что 15%, что 10%. Она, правда, вся вкусная. Очень много взяли оливок, эти оливки. Черные, без косточек. Ну, там маслины, правильно он будет сказать. Так, ну, тоже метро постоянно берем. Вообще, у нас метро ассоциируется с тем, что берем такого вот консервы, крупы и много. То есть, такой вариант. Ну, и курица. Так, пока быстро вижу цену. Цена. Вот такой вот соус. Одна штука, 42,39. Взяли классические пряны для рецептов. И так просто добавлять в рис. Они очень вкусные. И у них состав нормальный. Там был другой, который выходит дешевле, но всякие ешки напиханы и так далее. Так что надо везде обращать внимание на состав. Так, миндаль. Орехи у нас либо миндаль, либо кешью. Все равно мы берем вот в таких магазинах. Не берем на развесах, в саларьках, которые продаются в торговых центрах. Кто-то там писал. Нет, мы все равно берем либо вот тут, либо в Ашане, либо в Райт. Ну, в общем, в таких больших супермаркетах. Здесь у нас 800 граммов. Сколько там? 700 чем-то рублей. Практически 800. А, нет, вру. Миндаль сушеный. 800 грамм. 697 рублей с копейками. Это с учетом нашей скидки. 20%. Оказывается, вот что. Так, молоко с молоком обманули. Кстати, негативно немножечко начинается тенденция у Метро. У Штати тоже не первый раз, что немножко с ценами начинается путаница. И что-то по акции, что-то не по акции. В общем, он по акции. Был там сколько? 42, что ли, рубля висела большая цена. А в итоге пробили вообще 80. Сколько там? 80. Ну, короче, в два раза дороже пробили. И нигде скидки не было. То есть, пошло по общей цене. И это, кстати, не первый случай. То есть, если раньше Метро было надежно, можно было верить, можно сказать, на слово. Но теперь надо все перепроверять. Так, каша 5 злаков. Это классика. Она 25 рублей стоит. Мы ее очень быстро съедаем. Поэтому очень много берем. И у нас еще есть запас. Так что не все, что здесь есть. 5 злаков реально оптимальный вариант. Кто не любит каши овсяной. Кто не может себя заставить кушать каши с утра. Попробуйте кашу 5 злаков. За счет того, что здесь входят кукурузные вот эти хлопья. Она реально вкусная. Она прям очень вкусная. По крайней мере, у нас вся семья ее полюбила. И именно 5 злаков. Не 4, не 6, не 7 даже есть. Именно 5. И царь, кстати, самый вообще, наверное, оптимальный по цене и качеству. Так. Гречная крупа Fun Life. Рис. Это тоже мы постоянно берем. Всегда берем. Всегда в запасах есть. Чечевица Fine Life. Это малютка 450 граммов. Она стоит 118 рублей. Это, конечно, жесть из-за красной чечевицы. Но она тоже того стоит. Очень полезно. Вкусно. Единственное, минус, что она быстро у нас исчезает. Экспресс макароны Макфл. Они, по-моему, 32 рубля стоили сегодня. На макароны также у них всегда разные цены. Также можно ловить по акциям. Так, рыбку взяли шпроты и сайру. Шпроты шли. Две они в упаковке. Сайра нашла одна. Сайра 81,50 получилась. Так, а шпроты 119,80. Ну, вот считайте, вот за две сразу же. Вот вместе она. Так, на закуску чай зеленый, чай черный. Вообще, как бы не принципиально было. Что это взяли? Аровский. И он самый дешевый. По 13 рублей с хвостиком. И тот, и тот. То есть, если бы был такой красный, взяли бы и такой красный. Кстати, получше, чем продается где-то в фикс-прессе, где за 10 рублей, где одна пыль. Так, салфетки, я просто вижу, цену быстро скажу. Влажные, бактериальные, 26,36. Это за все. То есть, по 13 рублей. И другие салфетки, по-моему, тоже такая же цена была. Что-то тут быстро не могу сообразить. Печенье юбилейное, вкусненькое. 28,19 за штуку. Ну, тут их две у нас. Так, что я не сказала. Кстати, дыня получилась на 140 рублей. Сметана на 47 рублей. Горошек 52,64. Яблоки назвала, соус назвала. Пюре, детское пюре. Это у нас уже не как обязательно. Это просто, чтобы у нас всегда оно было. 28 рублей одна штучка. Ну, так вот, в качестве баловства. Шоколадка, вкусная шоколадка. Милка, фундук и изюм. Сколько она стоила? 53 рубля. 53 рубля, что ли. Помню, что цена такая ровненькая. Так, ну и туалетная бумага. Кстати, классная туалетная бумага. Ваша попа обрадуется. Так что взяли сразу же побольше, чтобы не было никаких проблем. А, еще у нас есть морковь за кадром. Там 12 килограмм. Так вот, там килограмм стоит 13 рублей. И за 12 килограмма дали 163 рубля. Но это я округляю без хвостиков. Так, ну что, я вроде ничего не забыла. Маслины, кстати, стоили 38,90 за штуку. Это с учетом нашей скидки, так же, как миндаль. Тоже скидка, да, вот прошла. Ну что, Милка так сказали. Ну, вроде все. Там шпроты назвали, миндаль назвали. Про купончики расскажут, а приходит скидка? Ну, рассказываю сейчас начну про купоны. А, хлеб, кстати, еще взяли. Вот этот хлеб обычный. Мэтры, кстати, делают вкусный очень хлеб. Если будете в магазине, там выпекают сразу же, он ароматный, вкусный, берите его. Ну, это, кстати, тоже обычный камень скураски. У него, по-моему, состав хороший. Сейчас просто уже даже режь хлеб, который мы раньше хвалили в видео. Даже он уже испортился. Смак вообще испортился. Короче говоря, даже хлеб уже все пихают, всякую химию. Акция по купонам. Ну, вот ты про те, что скидка или про то, что... И для детей любви. Ну, в общем, есть купоны. Мы сейчас набрали на сумму, нам дадут купон, мы будем участвовать в розыгрыше. Что-то про это вот. И что там потом при входе дают скидку. Ну, я же просто неправильно себе это расскажу. Я думаю, не очень это все важно людям. Но кто вот мэтры постоянно закупаются, там от трех тысяч дается один купончик. От четырех в Москве и в Питере, от трех в регионах. Вот. При входе в следующий раз, когда там скажут, с какого числа он начинает действовать, вам при входе пробивают, на какую скидку вы сегодня нарвались. Там есть минимум 150 и максимум 4 тысячи. Так, еще есть купоны, которые также вот постоянно посетителям. Ну, не постоянно, у кого карточки есть на определенные. Вот у нас было вот от раз на горошек, маслины, потом на что? На курицу и на что-то еще, по-моему? На орехи. А, и на орехи. И оно меняется в зависимости от периода. То есть, тоже это можно смотреть и выгадывать. Высылают на электронную почту. Ну, только удержатели. Так что, тоже обращайте внимание. Раньше такого мэтра не было, сейчас они стараются тоже такие акции делать. Ну, вот, наверное, на этом все. Если есть какие-то вопросы по цене или просто про магазин мэтра, задавайте внизу в комментариях, на все отвечу и уже подробненько расскажу. Ну, а пока всем огромное спасибо за ваше внимание. До новых встреч и пока-пока!